Наступает период переписи населения, и бюджетные муниципальные учреждения опять бегут впереди планеты всей и заставляют своих работников пройти эту перепись через госуслуги и выслать QR-код им для отчетности, чтобы, видимо, рапортовать, что штат стопроцентно, либо не стопроцентно, по тем или иным причинам проголосовал. Зачем? Почему мы опять возвращаемся? Как в период праймерис, когда заставляли идти и голосовать за Единую Россию, за их кандидатов нужных, и как в период выборов, собственно, благодаря чему Единая Россия заняла сейчас большинство в парламенте. Так перед кем же отчитывается бюджетное учреждение? Перед местной властью? А кому местная власть подчиняется? Друзья, вы удивитесь, я нашел тайное мировое правительство. И пускай Википедия считает, что разговоры о тайном мировом правительстве – это разговоры лишь о фейках, я вам докажу обратное. С 2004 года в России действует Союз городских и локальных правительств. Русская аббревиатура ОГМВ, а английская аббревиатура UCLG. Эта организация существует с 1913 года и представлена на всех материках. Больше 113 стран, значит, включает. Причем представительство в России находится в Казани. Пазл складывается. В Казани сейчас ВОЗ проводит учения. У этой организации есть своя конституция. У этой организации есть свои цели и задачи. Чем занимается она в России? Ничем иным, как консультируют местные власти на выполнение тех или иных действий в отношении нас. Что квартира этой организации находится в Барселоне. Итак, в Казани проводится международное учение с привлечением Всемирной организации здравоохранения. Без привлечения наших вооруженных сил, заметьте. Спросите вы, а чем же я собираюсь вам доказать существование этой организации? Наличием сайта. Так же, как и существованием юридического лица Российской Федерации. Наличие сайта. На нем представлена вся информация о целях и задачах этой международной организации. Штаб-квартира определена. И, соответственно, представительство в России также обозначено. Именно на сайте представлена информация о целях и задачах этой международной организации, а также о ее представительствах. Вот где сущность оккупации. Постепенно эта структура глобализационная опутывает все страны и государства. И на ушко шепчет, что необходимо выполнять. Отсюда антигуманные законы в отношении нас, как граждан России. И других стран, которые также опутаны этой системой.